А говорят, что за бег не платят. Платят. Поэтому меня не видно. Захейтят и попытаются отыметь всеми возможными способами, которые доступны для них. Сволочи. Денис интеллектуальный дегустатор мёда. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тут эхо ещё стоит. Платят, платят. Ну как? Платят не деньгами, а мёдом. И на самом деле я не бегать бегаю. Не ради там спорта, здоровья и всего прочего полезного. Я бегаю исключительно ради вкусовых ощущений. Дегустация мёда. Пчёлы гудят. Работа идёт. Я уже прибежал и готов к дегустации, в конце концов. Всё вовремя. Всё как по часам. Все дедлайны соблюдаются. Проверено. Комары просто меня уже изнасиловали. Сейчас пойду к пчёлам. Пчёлы гудят. 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 так увлекся медовыми делами что забыл что я в новых кроссах бегаю все ок чудес конечно не происходит ну здесь конечно неудачный пример здесь трава такая довольно ровная а вот там где я сейчас в дебре там стартану там 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 ну чудес не происходит в плане того что они конечно же траву впереди себя не стригут и где высокая трава ну например да например когда влита а это сибирек ой ну например когда влетаешь в такие это еще фигня высокий в общем ну типа такого да и где еще каким-нибудь колючками разнотравием приплетено росы внутри себя внутри впереди себя травку не подстригают нога по-прежнему застревает и приходится приходится очень резко уставать выдергивая свою ногу из естественного настила на мой взгляд это тоже очень хорошо тренирует другие группы мышц ну и в целом стабилизацию суставов в том числе отражение отражает камона правда нафиг надо на 3 л раннинге и чудес еще не происходит в плане того что через сетку вентиляционную который я уже упоминал все колючие объекты с невероятной легкостью стремляются в мягкие ткани ног колется колючки эти застревают приходится выковыривать приходится очищать ну чаще всего по окончании пробежки потому как на ходу естественно это бессмысленно приходится только наслаждаться новыми ощущениями акупунктура иглоукалывания кайф в этом тоже есть свой кайф плане росы чудес тоже не происходит ну это очевидно что они пропускают воду но по крайней мере она там не скапливается влагоотсекающий влагоотсекающие вставки работают все ок но естественно высокой траве все это влагоотсекающая ставка должна быть по колено чтобы она обеспечивала хоть какую-то степень сухости а так естественно вся роса великолепно проникает по всему периметру стельки впитывают влагу ну очевидно что они пористые не знаю какое количество но после ранов дождь мне показалось как будто они прям поролоновые их можно прям выжимать можно так сжать из них хлынет немножечко воды не так конечно как с губки но имеют в общем некоторую пористость что еще хотел сказать шнурки зашнурованы не по беговому так как каждый раз их перешнуровать я в принципе заправляю их в сторону как бы по дуге до в сторону и туда и вперед и тогда норм но все равно они немного высовываются в процессе наслаждения всеми прелестями трейл раннинга собственно говоря и обозначая типовое время в которой я бегаю на закате пчелы ложатся спать я прибегаю дегустировать здесь можно получить спектр всех необходимых современному человеку услуг вот мы видим перед нами фото будка фото на любые документы виза green card все что угодно все что душа пожелает по любой спецификации высочайшее качество оказания услуг скорость сервис все на высочайшем уровне следующая диджитал студия носит находится под грифом совершенно секретно на данный момент но я обязательно как-нибудь проведу обзор обзор демонстрацию всего самого секретного ну и соответственно все остальные стартапы будут обозримы когда-нибудь все по честному когда-нибудь но не сегодня сегодня у меня лайтовая такая прогулочка можно сказать не пробежка пробежка такими отрезками интервалами а так немного немножко позволил себе погулять а то все бегаю бегу мимо красоты интересности всяких секретных а пофот заснять ничего не успеваю ну не успеваю потому что не беру с собой телефон потому что телефон большой в карман влазит с трудом влезает с трудом мешается ну и вообще как перспективы дропнуться на него разбить разбить и распять такие себе не не очень меня привлекают а как я уже обозначал это дело я люблю где-нибудь через что-нибудь дропнуться за что-нибудь зацепиться ударить себя озимь либо какой-нибудь не менее интересный объект вот улики почему нет вполне подходит могу спокойненько там на возврате по кольцу бежать до зацепиться и дропнуться на улик своим чудесным лицом и сделать его еще чудеснее хотя казалось бы куда еще чудеснее сейчас будет самое смешное если здесь такое ни хрена не видно что показываю да ну здесь такое довольно спокойненько и местечко в ущелье не в ущелье в ложбинки в балочке в балочке и здесь сторожей не выставляют то есть охраны нет улики стоят ну ни разу я здесь короче никого не видел сколько бегаю и будет прикольно если сегодня они там по периметру короче в других секретных местах стали сворачиваться уже переезжают вот и там периодически начал начали кто-то встречаться будет прикольно что если сегодня здесь кто-нибудь там в будке сидит и в шоке слушает мой влог ссори если про беспокоил но не хрен спать на рабочем месте почему я тебе ни разу не видел мой дорогой друг где ты был я здесь ежедневно практически с небольшими промежуточками иногда выходные выпадают когда льют дожди дожди могут лить два-три дня в ряд но потом я все равно выбегаю и даю грязи толчок крутящего момента кто сказал что трейл скейтбординг невозможен easy пожалуйста здесь это металлическая не провалится надежно надежно бренд все-таки айоу айоу фронт флип бэк флип там чуть не флипнул я на болтик но хоть не на гость болт это были бы новые ощущения новые опыта цепочка гибко настраиваемые борта или что это я не знаю крепежные планки фиг знает пчеловоды расскажите это могло бы быть змеей но не сегодня и всего и вот тебе пожалуйста современная скейтборд площадка которую нихрена не видно но здесь очень увлекательный ландшафт не менее приятный чем занятия скейтбордингом горизонт отличная атмосфера звуковое сопровождение и люминесценция айлэу еще комары которые трахают даже пальцы рук и в пальцы ног хотя казалось бы что там хлебать но не умудряются доставлять еще один спектр удовольствия доступны только трейл ранее после этого возгласа если сторож там и был то его уже нет я думаю нужно полпути куда-нибудь поближе к дому даже если этот дом не близок собственно вот она моя любимая трава моя любимая очень приятное ощущение холодно охлаждающий бриз природного конденсата поступает прямо а вот собственно спортивное питание трейл рангов изи прямо под ногами максимально натурально сбалансировано полезно вкусно питательно там ну и все прочее ешь не хочу оставлю на завтра я еще сегодня же лайтовый день а вот завтра мне этот спортпит очень пригодится так что все бренды спортивного питания ищущие себе амбассадоров я уже занят не звоните не пишите кстати на данной мультифункциональной спортивной локации находится очень много моих компетиторов сокомандников и иных представителей сопровождающего персонал но вы их к сожалению не видите так как выбежал я как всегда вовремя вовремя для себя но не для съемок где-то там вдали едет трактор сопровождения со всей запасной экипировкой спортивным питанием водой и всем самым необходимым трейл раннер ну а так вообще серьезно да мне здесь не скучно бегать совсем вообще бегать не может быть скучно по прямому определению здесь и правда много единомышленников в виде лис косуль кабанов кого здесь еще видел ну птиц не берем в расчет хотя куропатки очень доставляют резко вылетая из-под ног прям прям казалось бы я уже много чего видел на своих тропах изведенных и неизведенных но куропатки вот доставляют радости когда вспыхивают прям из-под ног это прям вау я бы назвал их беговые петарды а сурки чуть не забыл сурки тоже патрулирует район ну комары просто вообще топчик надо короче бежать все заснимался здесь на лугу уже ничего не видно а нам самые интересные тропы подъем еще впереди нифига там прибытие и в очередной раз кстати вот здесь в этой долине в этой ложбине в этой балке который уже нифига не видно ну мы короче когда с конем ходили в сосновый лес весенний хотя это было уже первое июня здесь встретили мужика на тракторе который выкашивал всю а я еще короче ну до этого бегал предыстория небольшая виду в курс дела да немного когда я бегал думаю чё трава такая высокая вообще ну просто нереально выше пояса началась трава думаю блин никогда такого не было и вот опять или думаю мне кажется уже в мои ощущения меня вводят в заблуждение а он мужик который выкашивал всю эту плоскость в этой балке говорит а я мужикам которые на полях работают которые удобрения рассыпали сказал ну высыпание чуть-чуть удобрения чтобы не отрывать и по помощнее было там животных кормить но они как пизданули что у меня косилка берет его я тут им говорит косить не могу у него на тракторе какая-то прям рампа косящая у меня тут все рвет ножи эти летят все наматывать в общем мы посмеялись отвлекли как обычно кто-нибудь будет ехать что-нибудь спросит когда я что-нибудь записываю ну там один фиг все темно сейчас еще поедьте назад за мной сюда чего-нибудь да спросить сорян довольно здравый для своих лет ему там что-то под 70 а мозги не телевизор не пропаганда не проели ему никаким образом все равно здравая степень мышления наблюдается прям таки открыто прослеживается и мы как бы ну со стороны молодежи да он со стороны старшего поколения говорили на широкий спектр тем и во всех приходили к общему знаменателю можно сказать со старта беседы то есть возраст на мышление не влияет но также следует знать что возраст мудрости не прибавляет особенно тем кто были глупые тупые не образованы с узким кругозором на протяжении всей жизни как правило почему я упоминаю тему да как правило с возрастом эта кривая стремится вниз ну если брать кривую под названием отупление то она экспоненциально устремляется вверх а интеллектуальный уровень падает вниз а для многих еще и в минуса по графику так как никогда на достойном уровне он не был а здесь прям прям мы были рады что встретили детьку поболтали с ним ну нам он уже дед так вообще да сорян что темный ну понятно ним не могу стоять и себя снимать и себя снимать тоже такое не очень потому что сейчас его тебя ослеплю а мне еще назад бежать какое-то расстояние поэтому меня не видно соль получился такой аудио влог и все я побежал надо бежать сложно совмещать два сложно совместимых дело в одном бегать и вложить плохая идея ну можно бегать вложить молча поддерживать интеллектуальную беседу интеллектуальный монолог интеллектуальное повествование не получаться когда морда светится ну не могу сорян что без вспышки лайк подписка всем спасибо за понимание пока пожалуйста стою на развилке ослепил не пойму куда мне бежать это слишком ранний поворот или тот который мне нужен а это вниз ну да это вниз все она да она тот счастлив кто стоя на развилке лишь отдыхает заранее знаю куда идти промзона чекин следующий чекин не все поймут кладбище финальный чекпоинт во всех смыслах и финальный чекпоинт для сегодняшней пробежки кстати довольно забавная локация пробегая в темное время суток можно послушать музыку гробовщики ночью лопатят нам работает к сожалению в любое время года или к счастью или вообще не к сожалению работает как работает экскурс проводить не буду думаю всем и так понятно ну а так музон там играет по вечерам ночам и утрам в тишине никто работать не хочет а так от тех кто узнает мой типовой маршрут много вопросов а тебе не страшно мой ответ просто полонепонимание а чего здесь бояться то есть здесь кто-то гробовщики работают могильщики не знаю как правильно называется те кто копают известные полости в земле для понятных целей у них работы хватает тем более им не особо интересно что там происходит вовне за пределами их рабочего пространства а остальные то есть кто кто здесь может тебя потревожить или пожелать тебе чего-то плохого открываю великую тайну здесь никто уже ничего не желает плохого и никаких злых намерений у местного населения так сказать нет я к этому отношусь вообще максимально лайтово бегаю точно также с музыкой мимо кладбища ничего не имею против тех кто во время работы слушает музыку на территории кладбища там уже всем пофиг а может наоборот там все рады и какая-то дискотека то все приходят таким печальным меня кладбищенская локация или как называют по по фольклорному по гост и влекут с давних пор с детства я вечером любил прогуляться потом если маршрут ближе в ночное время я всегда срезаю через кладбище меня абсолютно устраивает покой и мир творение этих типов локаций если кто там на бронепоезде в телевизоре и все прочее во всех развитых странах может не во всех во многих развитых странах кладбище это такие же парки немного специфичные да но такие же парки с приятным убранством по которым гуляют люди на которые приезжают туристы то есть интересно красиво эстетично то такая же адекватная локация прощить короче думаю всем open-minded понятно кто в телевизоре те как не объяснять не поймут все финиш хотя казалось бы еще комары все стоит только остановиться они тебя быстро захейтят кто сказал что trail скейбординг все колючки